И всем привет, ребят, с вами Строй Майк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным рейтингам. Вы меня давным-давно просили, чтобы я записал этот видос. Ну и вот, он у нас появляется на канале. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам нравятся подобного рода видосы и нравятся видосы, связанные с рейтингами. Вы хотите вообще их, в принципе, видеть намного больше на нашем канале. Давайте постараемся набрать максимальную активность, если это так. Ну а я, в свою очередь, буду записывать видосы, связанные с рейтингами нашей игры. Также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ну и не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте моничный такт и актимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а сегодня, по названию видоса, я думаю, что вы уже поняли, о чем пойдет речь, свершилось то, что многие ждали, что многие хотели видеть. И это произошло. Борис, 43-11, больше не самая большая легенда в игре. И его обогнал Аса-01. Уже на момент записи этого видоса на практически 70 тысяч, даже 70 с копейками тысяч, Аса впереди и Аса на 70 тысяч опыта имеет больше, чем Борис, 43-11. В последний раз, когда я записывал видос между двумя этими игроками и говорил о самой большой легенде в игре, разница между двумя этими игроками была где-то порядка 20-30 легенд. До этого разница была 50 легенд, но уже сейчас Аса полностью обогнал Бориса и продолжает бить безумно быстрыми темпами огромнейшее количество опыта в нашей игре. Ему остается 9 легенд до первой 800-й легенды в игре. Ну а Борис, в свою очередь, я думаю, что уже сдаваться не хочет и уже даже с сегодняшнего дня, с момента понедельника, начал тоже активно бить наш замечательный опыт. Поэтому, быть может, эта борьба будет легендарной, она продолжится и мы будем постоянно наблюдать эту борьбу в рамках наших рейтингов. Было бы интересно, если бы в рейтингах, например, был бы отдельный столбец либо график с самыми большими легендами в игре. Я думаю, что это было бы очень интересно многим видеть, кто является самой большой, например, легендой, кто является легендой, которая заработала большое количество кристаллов и так далее. Если бы эти списки и топы были бы, я думаю, что это придавало бы намного больше интереса еще вокруг рейтингов. Ну а так мы можем только лишь наблюдать всю эту информацию, исходя из профилей игроков. Говорить про них что-либо дополнительно, в принципе, ну, наверное, я уже тысячи раз это делал, но могу сделать еще раз. Да, у Бориса на сегодняшний день 2,67 УП, УПшка, которую он плюс-минус держит в балансе, играл, вчера я его видел на диком молоте. Молот, я так понимаю, с штурмовой кассетой, трофеи на диктаторе, скорее всего, он набивал, но все равно на постоянной основе он большинство играет своих боев именно на Викинга и Зиде. Именно это вооружение он использует на постоянную основу и то вооружение, которое ему больше всего нравится. Играет он в большинстве своем именно в штурме, что касаемо асы, то он играет в осаде по вооружениям у него арес, ну а пушки там уже с точки зрения разнообразия и нужности он подбирает. Ну и эта осада ему дает возможность как раз-таки набора столь большого количества опыта за счет выигранных каток. Он, скорее всего, даже, наверное, дополнительно еще играет и в группе, но это не точно, поэтому я не знаю. Ну и УАС и УПшка тоже довольно солидная, 1.80 для таких достижений выглядит тоже очень солидно. Посмотрим, к чему приведет все это дело, сумеет ли Борис вернуться, да, сумеет ли вернуться на лидирующие позиции, ну либо же АСА станет не просто на какой-то короткий период времени топ-1 игроком по легенде в нашей игре, но и в целом станет лучшим игроком по скорости набора опыта в игре. У кого-то свои достижения есть и даже с дедосами, с лагами, они умудряются набивать столь огромнейшие цифры в игре. Для меня это, конечно, немножко поразительно, если учитывать тот факт, что я, поиграв 2 часа под дедосом, уже начинаю очень жестко гореть, а ребята делают вот такие безумнейшие цифры даже с дедосами, даже с дедосами 750 тысяч опыта набивает игрок за неделю. Для меня это выглядит очень и очень жестко. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Верите ли вы в то, что Борис больше не обгонит АСУ и АСА будет топ-1 игроком? Также пишите, что вы думаете вообще в целом по поводу того, насколько много играют эти игроки, да, и какое мнение у вас складывается о АСе, о Борисе. Будет даже интересно почитать. Ну и также пишите, кто из них наберет первую 800-ую легенду, потому что до этой цифры осталось всего лишь 9 легенд. Да, что одному, что второму. Но у вас уже для этого на 70 тысяч меньше нужно сделать усилий. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вы ждали этот видеоролик. Если вам интересны видосы, связанные с рейтингами, быть может мы вообще должны полноценно вернуться с рейтингами в нашу игру и записывать видосы на постоянной основе насчет рейтингов. Также подписывайтесь обязательно на этот канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на тележечку, ссылочка на которой есть в описании, вся информация по стримам и лайв-контентчик выходит именно там, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.